приветствую вас много уважаемые садоводы а вы знаете какое растение называется ягоды пяти вкусов сегодня наш эксперт татьяна сергеева расскажет об этой культуре а еще поговорим о заболеваниях смородины и конечно же проверим насколько прижились прививки на яблони которые мы делали некоторое время назад вот последняя ягодка стала татьяна синий смотрите она была маленькая и никто не взял сбор урожая здесь закончен красная смородина была я уже это поняла татьяна ясеевна вот даже я не специалист но привлекло внимание вот это растение тем что это вот что за белые белые какая-то налет что это заболевание ли это в принципе все нормально ой это не заболевание почему я вздохнула ой это мучнистый червец вот видите здесь вот такие прям червец червец вот он вот она насекомая сидит там и сидит там и выделяет вот такое белое выделение как вата дело в том что у этого насекомого хитиновый покров и бороться с ним ну очень сложно настолько тяжело бороться с мучнистым червецом есть конечно такие щадящие меры это чайная ложка машинного масла отработанного можно взять растительное масло хотя машинное лучше примерно чайная ложка хозяйственного мыла жидкого хозяйственного мыла на один литр воды теплой воды и вот таким раствором берем кисточку и все обрабатываем вот сейчас это дело вот сейчас это делаем это нужно без сделать обязательно но в другого выхода нет потому что это насекомое они очень быстро распространяются и посмотрите на рядом растущих кустах там его уже очень много есть еще один способ наверное телезрители будут смеяться но смеха тут явно мало чувствую что мне придется достать из-за кулис что-то да это же вы не поверите это обыкновенная водка берете любую самую дешевую или самогон если есть затем можно я вам передать кисточкой вот каждую буквально каждый каждый насекомое снимается а через два часа после обработки нужно обязательно куст промыть чистой водой пировать вредителю придется недолго этот проверенный проверенный десятилетиями результат очень хороший поэтому вот такая рекомендация татьяна есенина а вот посмотрите вот то что он разноцвет разная зелень и смотрится очень даже ничего это признак заболевания тоже это признак голодания этого первого здесь очень легкая песчаная почва поэтому растения практически все растения на участке хоть смородина хоть земляника вот рядом растущими все нуждаются в подконке поскольку сбор ягод уже произведен в основном это фосфоро-калийные удобрения фосфорные калийные можно чуть-чуть азотных но немножко пятую часть потому что без азота они работать не будут можно взять настой коровика уже ягод нету и подконка будет и растение будет более здорово а коровиком как туда не нет 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 настой навозной жижи точно также один литр на ведро воды больше не надо прик прекрасно работает можно из лейки даже прям вот так сверху полить и все то есть друзья мои собрали урожай это не значит что мы забыли про эти кустарники уже не занимаемся своими делами нужно обязательно посмотреть и помочь им справиться вот с такими проблемами которые возникают буквально 50 сантиметров вперед жара а здесь удивительная прохлада шелест листьев беседка что называется самая натуральная да татьяна евсеевна еще и растение насколько я понимаю довольно редкая для тюменской области ну расскажите что это такое это ягода пяти вкусов если угостить осенью ягодкой когда она поспеет и станет красной у нее горький вкус сладкий вкус немножко хвойный вкус острый вкус это лимонник китайский то есть это ягода все-таки прежде всего но никак не вьюн который так скажу нет это то и другое вместе мы рассказываем с вами о редких растениях от лимонник китайские это ли она высотой она может вырастать до 15 18 метров и вот так вот красиво обвивать беседки то есть мы обычно говорим о девичьем винограде что можно делать зеленые беседки но за ним совсем ухода никакого не надо а лимонник китайский это очень интересное растение здесь он растет в тени и солнышко здесь не так много поэтому лист ярко зеленый такой красивый есть и на солнышке выращивать лимонник китайский то в этом случае листочек будет желтенький как лимон и с розовыми прожилками это нормально пугаться не нужно что он среди зелени желтая листва это очень вот здесь вот тоже смотрите розовые черешки а если вы возьмете листок и растерете его между ладонями берем и растираем берем и растираем у него нежный нежный аромат лимона корневая система у лимонника китайского поверхностная 15 25 сантиметров любит он очень плодородные почвы хорошо дренированная то есть там где не застаивается вода и и если корневую систему хорошо и глубоко прорыхлит он может погибнуть вот здесь ранее был деревянный настил и лимонник рост прямо под досками а сейчас выложили плитку и поэтому лимонник в этом году немножко меньше плодоносит и чувствует себя чуть-чуть похоже но корневая система на восстановится и на будущий год я думаю что лимонник подарит очень такое шикарное хорошее плодоношение татьяне сильны а вот здесь вот я вижу как бы два растения вот одно второе а даже 3 одно второе и третье или я ошибаюсь я бы сравнила его даже наверное с пыреем немножко потому что корневая система у лимонника она получит и вырастает надземная часть выходит вот и надо сажать обязательно чтобы было хорошее плодоношение ни одно растение а 23 как здесь да вообще-то существуют мужские растения женские и бывает так что мужские и женские плоды находятся на одном растении внизу идут мужские затем женские потом вновь мужские то есть она немножко сложная но тем не менее если вы посадите два три растения разных то обязательно плодоношение будет это иммунный стимулятор если у вас низкое давление если высокое то нужно принимать с осторожностью если низкая то не страшно можно два три две три ягодки скушать в день не больше и вы весь день жизнерадостные очень такие активные две три ягодки друзья мои мы вот уже разговаривали эту тему перебарщивать это не малина это не смородина это не клубника до земляника садом это вот такой лимонник который нужно аккуратно пьян севина а вот с листочками конечно запах потрясающий а их есть простите можно или нет чай пить заваривать конечно заваривать и в зиму можно заготавливать можно сушить утром и в обед но никак не после обеда и не вечером потому что я даю вам гарантию спать не будете точно 1 2 ягодки вы активны кроме того лимонник китайский он когда подвязан когда он ползет он дает выше урожай а когда он просто стелится по земле тогда он и прироста у него значительно меньше и урожай на значительно меньше и вот такое удивительное растение можно без труда выращивать на наших садовых участках татьяна севина предположим мы этой осенью на участке посадили саженец да вот это да и когда нам ждать вот этой вот красоты вот это вот этой роскоши вот этого обилия подождать потому что первые года он растет очень медленно потом он идет быстрее особенно первые два-три года но это будет растение сантиметров 40 50 вот так затем он начинает расти гораздо активнее вырастает уже большой но это или они я думаю лет 15 до есть не меньше даже больше но садоводы у нас люди терпеливы терпение и веры в то что вот такое вот замечательное две-три ягодки в день и бодрячком а в жару отдохнуть в тени лимонника получить заряд бодрости это просто великолепно некоторое время спустя мы снова на участке рядом с яблонькой где проводили прививку я предлагаю вспомнить как это было итак татьяна евсеевна давайте результат нашей с вами совместной работы душа замирает для того чтобы узнать прижилась прививочка или нет я должна пальчиком пальчиком в дотронуться вот до черешка давайте три два один опа отвалился это что значит это значит все в порядке а теперь мы с вами будем открывать прививочку нужно убрать пленку рана большая но тем не менее прививка прижилась яблоки будут вкусные вот на соседние яблони смотрите мы же брали и оттуда черенки тоже красивые яблоки урожай хороший будет полностью убрать ответе отрогаю почечка она вросла туда она вросла она прижилась давайте посмотрим вот эту прививочку ну-ка трогайте пальцем я прям волнуюсь татьяны прижилась или нет тоже вот все разматываем можно надо можно оставить тогда весь давайте оставим до весны на будущий год весной мы удалим вас здесь вот ветку то есть у нас уже начнет расти но мы удалим немножечко повыше вот так вот чтобы у нас ведь тут еще прививки да 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 нет пока еще пусть стоит мы уберем и тут пойдет культурная яблонька хорошая красивая оставим черешочек чтобы молодые веточки подвязать закрепить и чтобы они не отломали птицы ветром татьяна юсилена а если прививка не прижилась как это все выглядит ну как она почернеет она не будет зеленым почечка будет тоже черной вот но слава богу что у нас с вами здесь такого нет татьяна евсеевна мы прививку с вами делали в июле сейчас август еще можно вот этими делами заниматься или уже поздно но я думаю числа до 12 до 15 заниматься прививкой можно напоминаем мы про это говорили тоже и я хочу напомнить что я бы не можно прививать на яблоню грушу на грушу на иргу на красную рябину обыкновенно на черноплодную рябину можно прививать сирень на сирень розы различные но в общем то делать можно много кстати мы вам можем показать прививку как раз груши на рябину и там уже очень много красивых плодов надеюсь информация которую получили сегодня вы наши многоуважаемые садоводы будет очень полезно а в следующей программе поговорим о тепличных культурах пока же я желаю вам здоровья сил и конечно же хорошей погоды по Субтитры создавал DimaTorzok